привет друзья сегодняшнее видео пойдет о волнистых попугаях и о минусах вольерного содержания кто разводит попугаев по клеточно по парам а кто разводит вольер на стайками то вот если разводить с одной стороны это удобно да можно там покормить один раз всех кучу насыпал и свободен но с другой стороны есть минусы вот об одном из этих минусов сегодняшнее мое видео это вот они все ждут сейчас будем завтрак еще не кормил вот они все готовы все повылазили вот самочка услышала мой голос вылезла с будем кушать кормление будет и так какие же минусы бывают при вольерном содержании но этих минусов несколько я думаю по ходу как будем с ними сталкиваться буду вам снимать будем все это видео фиксировать вот сегодня утром я обнаружил погибшую птицу обратите внимание кстати вот когда я вам рассказывал что съедает вот видите пустая кормушка и даже нигде ни одной морковинки нет все съедают морковку сейчас начал давать каждый день как яйцо первое появилось морковь давать каждый день посмотрим обратите внимание друзья это самочка попа чистая то есть по носу не так упитана зоб накормлены видите вот у нее травма кровь видимо дрались они но я предполагаю что самки дрались из-за домиков такие ситуации возникают в основном при тогда когда вот пары начинают только формироваться только они определяются с домиком а в дальнейшем я думаю что уже такого не повторится хотя никто от этого не застрахован это я просто зато хочу сказать то что когда формируется стая идет по парам идет по домикам то бывают драки бывают отход небольшой а потом когда они сформируются уже по парам семьи создают домики себе выбирают уже такого нету там возможно будут встречаться другие трудности о которых в дальнейшем покажем покажу расскажу в общем это был это был как бы рассказ о трудности а сейчас покажем нотку веселого раз покормим посмотрим как они кушают я думаю они покажут как ну позволят покормить их с руки там или с кормушки посмотрим хотелось бы сказать несколько слов о кормлении значит предыдущих видео мы удобряли это все еду кормовыми дрожжами а теперь мы видим с вами что недавно птицы начали нестись было первое яйцо хотелось бы сказать что дрожжи кормовые можно убирать дрожжи и заместо дрожжей можно посыпать вот у меня такая есть смесь здесь сбитая на блендере на блендере значит здесь ракушка потом шкарлопа из куриных и перепелиных все это сбитого в такую порошок и этим делом все это посыпается сейчас продемонстрирую вот можно с помощью такой ложечки все это дело делать это ложечка с детского питания прям таким вот образом посыпаем видите да там как бы хорошим слоем подсыпаем минеральная добавка кальций можете через день каждый день не надо потому что могут быть могут быть но таки могут и не быть все это не доказано но лучше будем с осторожностью чтобы не было слишком твердой шкарлупы на яйца а через день я думаю будет самое то но это помимо того что у вас еще в вольере есть минералка но я думаю если я еще немножко присыпать то хуже не будет кто-то не придет эту минералка здесь они все получат витамины и минералы посмотрим я думаю это все положительно будет сказываться на здоровье наших птиц и так отправляемся кормить птиц вот у нас получилось вот такое блюдо как лучших ресторанах и пожалуйста видите уже вот они собираются посмотрим кто самый смелый да они кушают прям с моей кормушки которую я держу в руках он даже можно немножко пальцем шевелить уже не боятся что я почти приручилась специально для зрителей моего канала все улетели сейчас попробую еще раз кто до сегодняшнего момента не решился завести волнистого попугайчика я советую решайтесь заводите очень позитивная птица не забывайте друзья давать своим попугаем разнообразное питание чтобы не был выбор вот допустим у меня сегодня в кормушке здесь семечки сарго кукуруза пшеница овес проса чечевица канаричное семя немножко рапса и немножко нута вроде ничего не забыл вот такой ассортимент а еще лен лен для пищеварения полезный поэтому это как бы еще не предел жирной смеси можно также добавлять рис неосищенный гречку в суданку сейчас просто это все кончилось а так тоже будет и вот фишки прекрасно поедают выбирают кому что нравится и в итоге потом съедают все даже съедают кукурузу учитывайте то что я все перечислил это все моченое я в воде замачиваю примерно на пять семь восемь часов потом все это промываю и вот сразу сюда кормушки не проращиваю это вот ну бывает прорачиваю но так в основном не пророчено пророчено это уже отдельная тема ну конечно сейчас допущим они сперва сидят более мягкая потом расклюют и то что потверже кукуруза она немножко еще ну не твердая но не прям такая мягкая но они своим клювом все это прекрасно расклевывают ну на вот этом позитивном моменте желаю всем хорошего настроения успехов в разведении волнистых здоровья вам и вашим питомцам друзья мои до встречи на моем канале продолжение следует берегите своих шпис обслуживаю я я я я Продолжение следует... Продолжение следует...